10 секунд до эфира. Мы готовы. Поехали. В мытищах количество заболевших достигло 20. Медицинские учреждения готовы к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал глава городского округа Виктор Азаров во время прямого эфира. Жизнь не только мытищенцев, людей во всем мире изменилась буквально в одночасье. Был ограничен досуг, помещения и улицы стали обрабатывать дозрастворами. Мы надели маски и перчатки, а вскоре узнали, что такое режим самоизоляции. Нас просили дать фору врачам. Им предстояло понять, как лечить новую инфекцию, организовать дополнительные места в стационарах. Продолжал работать и первый мытищенский. Мы информировали зрителей, поддерживали их, спасали от скуки, в конце концов. Мне кажется, ни у кого из нашего коллектива, ни у одного журналиста, ни у одного оператора и монтажера не возникло вопросов, почему мы должны работать в этот период. Конечно, было страшно, но мы даже не думали уходить на удаленку, как делали многие федеральные каналы, которые вещали из своих домов, из квартир ведущей. Нет, мы были, так скажем, в эпицентре событий, старались рассказывать о самых свежих новостях, особенно именно в рамках нашего округа. Я хорошо помню, когда мы ездили к Андрею Александровичу Третьякову, это главный врач Мутищенской городской клинической больницы. Это было первое такое большое интервью, и ждали мы его больше трех часов. Но мы понимали, что нужно дождаться, потому что очень было важно тогда записать. Те комментарии, они на самом деле раскрыли картину. В эти непростые дни к нам пришел новый член команды. Главным редактором телеканала была назначена Алсу Калимулина. Сейчас на подстанцию скорой медицинской помощи ежедневно поступают до 200 обращений. Алсу Калимулина не только взяла на себя руководство творческим коллективом. Не хватало рабочих рук, поэтому наряду с журналистами она выезжала на съемки новостных сюжетов, а также реализовала проект «По следам первого», посвященный юбилею телеканала. Когда я пришла, сразу поняла, что как так, 20 лет телекомпании, мы обязательно должны что-то сделать. И было принято совместное решение делать проект «По следам первого». Почему взяла этот проект себе я, скажу честно, потому что для меня это было действительно знакомство с коллективом, знакомство с историей нашей телекомпании. Мне хотелось понять, вникнуть. Конечно, это помогло сблизиться с коллективом, и я могу сейчас твердо сказать, что мы одна команда. К слову, в 2020-м коллектив «Первого» мытищенского заметно обновился. Так своей дорогой пошел горячо любимый зрителями Кирилл Тридуб. Сегодня флексили с дыноклами в школе, стенили своих крашей, а рядом рофли сасные хэнсы. Такой кринж. Уверен, что вы не понимаете, что означают эти слова. Однако он помнит о нас и передает привет. Привет, дорогой! И так горячо любимый первый мытищенский. Целый год я проработал вместе с вами. Вы меня многому научили. Но в новом году я бы хотел вам пожелать побольше новых идей, интересного контента и его реализации. А вам, дорогие зрители, побольше хороших новостей в новом 2021 году. Решила впредь больше времени уделять актерской карьере Дарья Ильинская. Но до этого, благодаря в том числе ей, мы успели отпраздновать очередную победу. Жюри 14-го открытого фестиваля телекомпании Московской области «Братина» высоко оценила фильм «Пока не поздно». Вот этот фильм один из лучших, как важно выбрать героя. И здесь героиня этой картины – это женщина, которая прожила вместе со стороной свою жизнь, прожила достойно. В общем, это маленький шедевр. В уходящем году я очень хочу поблагодарить судьбу, а главное – мою героиню, Людмилу Алексеевну Белоусову, ветерана Великой Отечественной войны. Она для меня, конечно, невероятная красавица, пример оптимизма, жизнелюбия. Перечислять можно очень много, но, вы знаете, даже сейчас, когда я ее поздравляла с наступающим Новым годом, вот эти секунды, пока она подходит к телефону, вот этот вот трепет в душе, только бы она взяла трубку. И когда я слышу ее молодой голос, ее заливистый смех, ее это любовь к людям, которая заряжает, чего я очень хочу пожелать всем нам. Но это еще не все. Вторую лишь в этом году братину в копилку первого Мытищенского принес режиссер видеомонтажа Владимир Звягинцев и социальный ролик «Дети о героях», посвященный 75-летию Великой Победы. Немножечко о своей работе расскажем нам. Да задолбали, дайте поработать тоже. К слову, директор телеканала Наталья Захарова всегда находит время не только для решения административных задач, но и для творчества. Вот и сейчас она принимает участие в работе над проектом, который Первый Мытищенский подарит зрителям на Новый год. Ой, как же там поют-то. Happy New Year, Happy New Year. Мне очень хочется, чтобы то, что я делаю, то, что делает наша команда, оно обязательно оставляло какой-то след эмоциональный. Когда идет в ответ вот этот поток благодарности, ну, больше ничего, ну, никакими деньгами это не измерить. Когда тебе очень там суровые, очень важные люди, которые, в принципе, скупы на похвалу, да, и пишут, ребята, вы такие молодцы, там, ребята, я смотрел и плакал, или я смотрела и не понимала, почему я плачу. Я понимаю, что мы абсолютно не зря делаем свою работу. Первый Мытищенский всегда открыт для свежих идей. Так в 2020-м, несмотря на определенные трудности, стартовали такие проекты, как «Мытища на спорте», «Работа на отлично» и другие. К слову, Сергей Перзин, автор новой рубрики «Нестыковочка» вышла даже в костюме Деда Мороза, продолжает следить за политической ситуацией. 21-й год – это всегда год побед. Поэтому, что тут пожелать, мы всех победим, мы встанем на ноги, и, наконец-то, воплотится то, что мы задумали в 2020-м. В 2021-м году, сто лет назад, начался НЭП – новая экономическая политика. И в этом году повторится то же самое. 2021-й будет лучше 2020-го, подтверждает Алла Сталаева. Напомню, она увлекается астрологией и ежегодно составляет для зрителей первого «Мытищинского» астрологические прогнозы. Оказывается, в новом году Юпитер выйдет из знака Козерога, который ограничивал положительные свойства планеты. Наконец-то у нас двинется все с мертвой точки, ну, те проекты, которые у кого-то в 2020-м году встали на паузу. Ну, и в плане здоровья, конечно, Юпитер тоже обещает, что будет получше ситуация, мы будем на это надеяться. Поэтому будем ждать от большой и очень счастливой планеты Юпитер много нам радости, много счастья в 2021-м году. Особенно удачным 2021-й будет для тех, кто имеет дело с коммуникациями, пояснила Алла Сталаева, в том числе для первого «Мытищинского». К тому же Новый год – время исполнения желаний, и мы уже определились, что загадаем под бой курантов. Пожелаю обязательно здоровья всем своим друзьям, всем своим близким, родным, о себе, чтобы в новом году со мной случилось что-то такое замечательное, прекрасное. Чтобы новости были только радостные и всем приносили исключительно светлые, яркие, добрые эмоции, потому что хватит нам уже плохих новостей. Пусть они у всех будут хорошими, радостными и добрыми. Счастья, радости, веселья. И чтобы все были здоровыми и красивыми, как эта елочка. Поддерживаю коллег, присоединяйтесь и вы к команде первого «Мытищинского», смотрите новогодний эфир, загадывайте желания, будьте позитивны, все наладится. С наступающим! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok